Личинка Всем привет! Недавно у нас нересились наши скалярии Золотая вуаль самец и скалярия призрак самочка Значит сегодня седьмые сутки у них начинает плыть личинка Личинку они складировали у основания конуса то слева, то справа переносили то опять налево и так несколько раз Значит сегодня начинает плыть личиночка Вот из кучек начинает первые первые свои шаги Вот личинка плывет Родители опять ее начинают подбирать, в этот раз я оставлю их вместе с производителями, в этот раз у них более маленький объем 80 литров нерестовик Вот такая вот пара Питаться начинает скалярии на одиннадцатые, двенадцатые сутки только аж Это во мне дискуссии, что на шестые, на седьмые сутки они начинают питаться а на третьи сутки начинают плыть Это совсем другой вид рыб Итак, у скалярии наших валевых прошел денечек Сегодня они уже активно плавают Вот, значит, у дна есть небольшая стайка Возле самки вот тут стайка тоже плавает за самкой Жалко, что секретом не выкармливают Они по-прежнему там уже не так хаотично, конечно же но все равно по-прежнему продолжают их собирать или пасти Вот тут самец пришел личинку похоронять Утром она лежала в конусе Сегодня она все-таки решилась полностью плыть Значит, уже потихоньку начинаем подкармливать живой науплией Чтобы потихоньку они подгидали В валевой скалярии призраки золотая валь Вторые сутки подкармливаем науплией Значит, возможно, плохо видно Но есть две стайки которые уже активно плавают Первая стайка Вот там производители метаются пытаются их поймать Вон, сами посмотрите Самец пытается их поймать Но они не даются в руки Значит, мы активно уже подкармливаем живой Артемий Это лишь первая стайка Вторая стайка Вот здесь, в районе конуса Вот, надеюсь, вы можете здесь видеть Если что, четко себе чуть-чуть подбавлю Этому видео Еще две стайки Даже, видимо, походу пытаются Туринопроизводители сесть В общем, вот, столько малечка Сейчас опять буду подкармливать Производителей, наверное, пока убирать не буду А вот этот нерестовик я посадил пару кои Если такую можно назвать Здесь у нас такой самец наш большой Вот моя рука И вот сами можете посмотреть размеры Значит, он был чуть меньше этой самочки Все свою жизнь Ему только там год еще В общем, год он жил с дискуссами Вырос на фарше из говяжьего сердца Вот такой вот красавец большой Надеюсь, что он будет оплодотворять икру Значит, посадили сюда самочку Вуалевую кои Вот она, она уже беременная Уже яйцеклад у нее вышел Вот Такая вуалевая красавица Получили мы ее от пары вуалевых кои Кои, которая была успешно продана Вырастили мы данную самочку с икринки И вот сейчас надеюсь, что все получится Она вот периодически подчищает конус И совмест неподалеку Надеюсь, что когда она будет ложить икру Он тут же будет ее оплодотворять И такое не раз у нас было Когда самки молодые Четырехмесячные, пятимесячные Ложили икру И вот так же у нас был большой самец Черный мрамор Который так же подходил Смотрел, всех гонял А потом начинал сразу же оплодотворять икру И с первого раза научился ее оплодотворять Поэтому вот Самочка у нас Чистит конус Прям таранит И неподалеку ходит самец Кои Надеюсь, что у них будет все успешно А вот значит тут еще у нас Значит сделали вот такой отсадник Значит вот такой вот трехсекционный аквариум У нас был на 180 литров Мы вырезали стенки, помыли Я сюда залил 70% аквариумной воды 20-30% водопроводной Ну и немножко такое расстояние осталось Потому что здесь надо будет отдельно крышку делать Чтобы не повыпрыгивали рыбы Значит здесь у нас пока что На диете, можно так сказать, рыбки Будет некоторое время подготовка к отправке Значит здесь я сделаю хорошую аэрацию и фильтрацию Механический фильтр, аэрлифт и аэратор Значит отправлять мы будем 4 скалярии Рио-Нанай У нас их почему-то не получилось развести То ли 4 самки попались, то ли самец И 3 самки Одна из этих самок 100% два раза ложила икру Но у нас ничего не получилось Поэтому отправлять будем 4 скалярии Рио-Нанай В Дагестан в общем будем отправлять Название точного пункта я не помню И вот отправляются к новому хозяину Годовалый голубой алмаз И полуторагодовалая самочка Бирюзовый королевский торкис Которая нерестилась два раза И вот голубой алмаз Еще молодой Вверху косичка только-только начинает удлиняться Значит сейчас я их отсадил на диету Потом уже буду, наверное, покажу Как мы подготавливаем рыбу Скоро увидимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И так, к сожалению, неудачи тоже бывают Пара хорошо заботилась о потомстве Но икра постепенно начала белеть И в итоге они поняли, что так как ничего не развивается Надо ее съесть Значит в этот раз, как и с дискусами, не повезло Ошибся немного Не угадал с уровнем кислотности С колярием нужно делать, как и обычно В пределах от 4,7 до 6 единиц уровень кислотности В этот раз кислотность была 7,5 Поэтому икра у них на первые же сутки побелела Больше половины таких дискусов И ничего толком не получилось Но зато благодаря этому нересту есть и плюсы Мы теперь знаем, что самец рабочий И у нас формировалась новая пара с колярией Что ж, недельку поддержим И вместе опять откурвим с колярией кои Нашу самочку Она должна вновь занереститься Что ж, будем опять экспериментировать с кислотностью Вот такое вот видео про кои с колярий Итак, всем доброй ночи Сейчас полночь у нас на разводне Сейчас у нас будет плановое кормление мальков всех И дискусов, и этих Наши с колярии до сих пор заботятся о потомстве В ходе активно начала плыть личинка Но они ее опять сложили все На вершинку конуса, в такую большую бочку В общем, сейчас будем кормить их Главная кормежка Всем привет Сегодня опять в 20... Ну, половина 12-го Почти пятые сутки Как поплыл малек Родители уже успокоились Уже часто не собирают малька Мы по-прежнему держим их с мальками Они заботятся о потомстве И мы их уже выкармливаем давно живой на ухле Значит, небольшая поправочка по малькам с колярий дискусов Я начинаю отчет, когда они уже являются мальками Когда они начинают активно плавать То есть, пример У дискусов С момента откладывания икры До отплытия То есть посадки на производителей Это обычно шестые и седьмые сутки идут Но я начинаю считать, как первые сутки Когда личинка, перестает быть личинкой Становится мальком Так и у сколярий тоже Личинка начинает плыть на седьмые и восьмые сутки И поэтому они у меня идут, как первые сутки Когда я начинаю отчет времени у мальков, сколярий или дискусов Поэтому возраст официальный На одну неделю раньше Как у дискусов, так и у сколярий Ну вот они уже не стрессуют Мы их подкармливаем Как и дискусов Ночью и в шесть утра И вот такой вот у нас Сто процентный выход личинки Ни одной побелевшей икринки Может быть самец у нас рабочий Они у нас При любой кислотности Главное, чтобы кислотность не выше семерки была Оповодворяет И вот такой вот хорошенький выход Я не знаю, сколько здесь штук Три сотни может быть Что вот Чтоб не было отражения Вот полная стая Как выглядит Это у них вторая медка Первая медка была такая же Но в большом объеме личинка погибла Не питалась И слишком рано садил производителей В этот раз я подержу Наверное нитки 2-3 Смальком Производители Вот такие вот Здесь вот малёчки у нас плавают Если я им дал живой наукли Пускай питаются Что ж Всем до скорого Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok